запись включил и давайте начнем ну на самом деле буквально несколько слайдов так для общего понимания повторюсь за то что коллеги уже мои в двух предыдущих сериях рассказали о том что такое битрикс как его там устанавливать настраивать как добавлять товары как интегрировать настраивать на платежную систему и прочее прочее вот в целом функционал достаточно большой вот поэтому мы вот как раз раздел разделили на несколько частей наш вебинар вот я сегодня расскажу вам про интеграции различные с директом с маркетом из рекламные инструменты вот начну я с маркетом как раз сейчас такая очень популярная площадка который позволяет интегрировать ваш интернет магазин с ней и таким образом дает владелец интернет магазин дополнительный источник покупателей дополнительный источник заказа вот у нас данном случае интеграция ну скажем так полная да вы можете интегрировать ваш сайт на битриксе с яндекс маркетом и клиенты которые заходят на маркет ну первую очередь они будут видеть все ваши предложения стандартные которые вы выгружаете туда и в том числе вы сможете в обратную сторону с яндекс маркета на свой сайт получать прямо из маркета заказы давайте даже посмотрим как это все ну примерно работает для тех кто может быть не очень понимает о чем вообще идет речь есть яндекс маркет соответственно есть каталог и если ваш товар продается да и входит в какие-то из категорий которые есть на этом сайте то вы собственно говоря можете выгрузить без проблем из вашего интернет магазина это товар на яндекс маркет ну там нужно не просто выгрузить да я не там не всех принимают то есть определенные требования которые не определяют интернет магазином и потребуется также там определенные договоры в общем заключить на каких условиях лучше яндекс маркет уточнять более подробно информацию вот но в любом случае вы как бы грубо говоря подключаетесь к яндекс маркету и они предлагают вам в формате яндекс мл выгрузить туда товары которые есть у вас в наличии они затем очень строго следят есть описание есть картинки но то есть тоже определенные какие-то требования они к вам предъявят вот соответственно в битрикс это все есть вы можете настроить все товары там категории какие-то определенные выбрать которые вы хотите выгрузить на ваш сайт ну и соответственно клиент будет искать на маркете зайдет на какую-то карточку найдет нужно ему там предложение выгодно ему по цене допустим по стоимости доставки и соответственно может перейти на ваш сайт до ссылки напрямую на карточку вашего товара ну и главное чтобы на вашем сайте цена соответствовала тому что заявлен на маркете потому что можно пожаловаться на того или иного продавца и они насколько я знаю совершенно тоже так плотно модерируют такие предложения и за систематическое систематичное нарушение вот правил таких как ценообразование данная на маркете одна цена по факту там гораздо больше они могут вас просто на все снять из каталога ну что будет не очень хорошо вот заходите в ну допустим хотите купить кого-нибудь там iphone заходите и соответственно как раньше то было вы просто переходите в магазин и покупаете на сайте ну там случайно айда и дорадо и там буквально там чуть больше года по моему назад у них появилась возможность купить непосредственно на сайте яндекс маркета вот можно интегрировать ваш сайт таким образом что клиент сможет купить непосредственно здесь на сайте а заказ уже перейдет к вам ваша корзина но если вы просто его выполнить клиент даже ему не нужно будет переходить на ваш сайт там есть различные настройки различные условия ну сейчас просто покажу вот соответственно клиент указывает телефон почту е-мейл вот выбирает доставку которая в данном случае у вас есть какие-то варианты есть до время доставки стоимость доставки и так далее все это может здесь непосредственно указать там в настройках интеграции и выбирает способ оплаты наличными или там банковской карты при получении соглашается с условиями соответственно отправляет заказ он попадает вам вашу систему то есть вашу админку битрикса и вы соответственно дальше уже можете его взять обработать да и ввести этот товар вашему покупателю это соответственно все настраивается в админке вашего сайта есть раздел покупки на маркете вы когда заключаете договор с яндекс маркетом на эту тему там потому что они берут определенный процент 3 5 процента до от в том месте заказа вот и соответственно они вам определенные реквизиты поэтому договора тоже при перечисляют вам нужно будет их непосредственно здесь вести в различные днификаторы и токены вот все что выделено болтом здесь необходимо будет заполнить непосредственно теми данными которые вам яндекс предоставит вот ну и дальше соответственно уже настраивайте интеграцию указывайте какие у вас есть варианты работы с клиентами как там сопоставляете ваш как бы интернет магазин с требованиями яндекс маркета с кем вы работаете с физиками с юриками вот если вот пункты самовывоза настраивать и так далее вот есть возможность выбрать оплату банковские карты наличными сбербанк или там через яндекс деньги соответственно те варианты которые яндекс маркет также предложит клиенту на выбор доставка курьером или самовывоз то есть какие у вас варианты используются дальше яндекс маркет вам будет определенные статусы также передавать из до своей системы о том что вот заказ оформлен вы должны это будете сопоставить с тем статусом которого ваш вашем интернет-магазине заведен заказ выполнен это можно выполнять и заказ отменен и то же самое обратную сторону вы можете передавать к примеру когда заказ там выполнен вы можете эту информацию также передать яндекс маркет и у клиента у него же заводится своя грубо говоря корзина да на маркете свой аккаунт и там будет также приходить определенная информация о статусе вашего заказа ну и также настраивайте соответственно свой заказа тем полям которые у вас интернет-магазине заведены вот таким образом ваш товар может быть куплен клиентом непосредственно на яндекс маркете без вашего скажем так участие большому счету вы там даже можете особо не заморачиваться там дизайном вашего сайта да то что взять какой-нибудь типовой магазин просто разместить там товары и выгрузить их в яндекс маркет и яндекс маркет будет грубо говоря вашим продавцом ну здесь данном случае конечно же актуально для большинства в большинстве случаев для каких-то специфических малоконкурентных товаров потому что нужно будет как-то что большинстве случаев обычно конкурируют там либо дизайна любки дополнительным сервисом который представлен на большинстве случаев на сайте вот интеграция такая есть многие сейчас этим пользуются подключаются ну и собственно яндекс тоже достаточно активно все это дело рекламируют они сейчас из собственной службы доставки настраивают и так далее ну то есть делаю такую возможность чтобы вы просто как я говорил да подключились к ним предоставляли им товар всю остальную работу связанную с инфраструктурой там доставкой логистикой оплаты они уже берут на себя и просто берут за это какой-то определенный процент да вам перешляют 95-97 процентов от продаж зависимости определенных условий вот это собственно говоря тоже очень интересный вариант поэтому если интегрируетесь если ваши клиенты ищут ваш товар на яндекс маркет обязательно эту штуку подключайте на мой взгляд это очень выгодно идем дальше когда сайт создан ну можно выгрузить его на яндекс маркет можно интегрировать конечно же его с директа мы тоже об этом поговорим ну и конечно же есть вопрос связан с поисковой оптимизации сейчас рынок сей оптимизации переживает не самые простые времена скажем так и яндекс там определенные дополнительные требования вводят и так далее и один из основных на инструментов которым сейчас пользоваться и может пользоваться скажем так это оптимизация непосредственно вашего сайта то есть приведение его в порядок в то состояние которое любит скажем так яндекс и google и здесь немаловажно чтобы эта информация то есть все оптимизация всего как бы наполнение но соответствовало скажем так было адекватно вашему сайту и соответствовало текущей текущим текущим состоянию дел то есть чтобы не было так что там на вашем сайте там где-то заголовка написано одно на странице другое выделено болтом очень непонятно что и так далее то есть тоже можно темным образом налететь у нас есть для оптимизации тоже ряд различных инструментов которые позволяют ну во первых для больших интернет магазинов даже интернет сайтов очень быстро провести всего скажем так оптимизацию заголовков описание метод тегов на вашем сайте ну таким образом сэкономить достаточно большое количество времени мы разработали свой называемый seo мастер который позволяет достаточно быстро и в автоматическом режиме во всем вашем интернет магазине настроить правила для формирования заголовков описание там так далее делается то достаточно просто вы заходите в контент в тот каталог в тот инфоблог который вам необходимо настроить соответственно описание вот выбираете допустим какую-то категорию давайте там выберем к примеру платье выбирайте платье и говорите хотите настроить таким образом в разделе платьев подразделах этого платья и в товарах которые в этом разделе формируются будет выстраивается описание заголовка давайте просто для примера зайдем в платье вот нас по умолчанию идет такой вот в демо интернет магазине идет такой заголовок так ну вот зайдем сюда представляем платье модницы на прогулке от магазина одежды ну соответственно у нас здесь слово представляем инородные да скажем так потом идет платье модницы на прогулке она берется непосредственно название и соответственно магазин от магазин одежда плюс это название нашего сами магазина мы можем настроить, перенастроить правила для тайтлов, для элементов, для категорий, подкатегории и так далее. Смотрите, здесь у нас есть галочка и вот прописано, что настройка для элементов. Представляем, вставляется переменная, которая является названием и дальше стандартного развода магазина одежды плюс. Меняем. Я сейчас не претендую на правильность заполнения тайтлов, как это нужно сделать. Я просто вам показываю механику, что вы можете настроить автоматически, не только прописать, связанное с названием, но и с различными другими переменами, которые могут быть присущи тому или иному товару на вашем сайте. Допустим, купить. Здесь будет проставлено название товара, который купить. Проставляем здесь минимальную цену со склада в Ленинград. Так, ну у нас здесь один склад, складка Ленинград. Их можно будет несколько. в цветах. И нажимаем кнопочку применить. Вот у нас с вами сразу же изменился тайтл. Здесь у нас указана теперь вся самая актуальная информация по данному товару. Тут же и купить или какое-то другое нужное вам словосочетание. Ну то есть там ключевые слова. Купите недорого в Москве. Название по низким ценам. Соответственно указываете прям цену, которая берется непосредственно с карточки товара. Склад, где это продается, в каких цветах, в каких размерах. Все это вводится здесь автоматически. И причем, когда вы добавляете новый товар какой-то на сайте, да, у вас там новое поступление пришло, это автоматически будет все формироваться для ваших клиентов. То есть здесь сразу же указана минимальная цена на это плате, минимальная или там максимальная цена, все размеры, которые есть. Какие-то, не знаю, минимальные размеры или цвета и так далее. И таким образом у вас сайт автоматически, не сайт, а каталог автоматически получает все нужные описания, все нужные тайтлы, заголовки и так далее. И, соответственно, здесь это вы все можете настраивать. Настраивать таким вот образом, таким вот мастером. Для тайтл, для ключевых слов, описания, заголовок товара, для изображения тоже, если кого-то отключены, вы все это можете непосредственно здесь через различные переменные настроить, как это все будет отображаться, что здесь будет прописано. Вот таким вот образом. И смотрите, допустим, если у вас каталог состоит из, не знаю, тысячи товаров, и эти тысячи товаров там лежат в 20 категориях, вам не нужно будет по всем тысячам товарам, да, проходить и там все это прописывать, как обычно сейчас делает, как он там, сел-мастер, да, и тратит на это там неделю. Вы просто заходите по всем вашим на 20 категориям, настраиваете для каждой категории, потому что, ну, в большинстве случаев, зависит все-таки от категории, да, или там подкатегории. То есть, если они у вас есть, вы можете зайти и в подкатегории настроить то же самое. И, соответственно, задаете вот эти вот шаблоны, и по этому шаблону для каждой категории применяются вот эти вот все данные для каждого товара. Ну, конечно же, можно зайти в каждый конкретный товар и в нем непосредственно также отметить те или иные данные, да, что-то изменить. Ну, то есть, например, для какого там типа товаров или для определенных товаров в той или иной категории вы хотите сделать какие-то индивидуальные заголовки, тайтлы, вы все это здесь непосредственно также настраиваете. Если вот сравнить по времени, это, конечно, будет просто бешеная экономия, и это все, соответственно, позволит вам не только время, да, сэкономить, но и, соответственно, деньги, которые тратятся на такую просто достаточно напряженную работу по заполнению одного и того же во всем сайте, магазине. Ну, плюс еще тоже позволяет избежать различные ошибки. Вот, и, конечно же, никакой контекст не сравнится с... Никакая себе оптимизация не сравнится с Директом, так как вы можете разместить различные объявления по вашему интернет-магазину непосредственно в Яндексе, по тем или иным ключевым словам. С Директом у нас также очень плотная интеграция, которая позволяет вам заводить рекламные объявления непосредственно из карточки вашего товара. Давайте посмотрим, как это все работает. Вот, и тут у нас тоже есть настройки Яндекс.Директа. Ну, я взял свою тестовую, да, она у меня, конечно же, не опубликована. Вот, у меня есть рекламная кампания. Там тоже в Яндекс.Директе есть как-то облегченный вариант и профессиональный. Я помню, какой я подключал, вроде профессиональный. Вот, в общем, настраиваете эту рекламную кампанию, соответственно, ее можно завести непосредственно на Директе, она у вас тут же все отобразится, как будто бы вы ее вот здесь вот заводите и настраиваете. Вот, указываете здесь стратегию, минимальный и максимальный бюджет, ну, и дальше уже смотрите по, соответственно, статистике эффективности той или иной рекламной кампании на Яндекс.Директе. Ну, и, соответственно, настраиваете. Вот, да, есть статус, денежку в Яндекс закинули. Все у вас хорошо, есть определенная стратегия, там, чтобы не больше той или иной суммы в месяц, там, в неделю тратилось, да, или какое-то определенное количество кликов, средняя цена, чтобы там не превышала и так далее. Ну, и, соответственно, настраиваете, как, опять же, таки это делается и как там, какую стратегию выбрать. Это все-таки вопрос, наверное, больше к Яндексу. У них, ну, хорошая техподдержка, и они достаточно все там правильно и грамотно расписывают и объясняют, в зависимости от вашего товара, да, вашей конкуренции, там, вашего рынка и так далее. Вот, они, там, они, в смысле, сами смогут помочь, да, подсказать. Настраиваете, выбираете, ну, и дальше переходим, допустим, на сайт и заходим в какую-нибудь карточку товара. И здесь у нас появляется вкладочка реклама. Выбираем рекламную кампанию с нужной нам стратегией. Ну, и, соответственно, создаем новое объявление. Пишите непосредственно из админки вашего сайта. Заголовок. Тут же мы видим, как он будет выглядеть. Текст объявления. Тоже, ну, прям, про правила, как это нужно писать, да, на что обращать внимание, какие там слова, там, выделять. Это тоже вам, я думаю, лучше Яндекс подскажет. У них, ну, и на сайте очень хорошо, достаточно описано, как бы, да, из чего должно состоять действительно объявление, на что, там, обращать внимание. Ну, и, соответственно, рекламируемый товар, да, куда у нас будет вести ссылка, ну, вообще, к чему это будет все привязано. Ну, и дальше настраивать уже геотаргетинг и ключевые слова. Тоже, там, если работаете только, там, допустим, на Москве, ограничивайте Москвой. То есть, там, не знаю, Нижний Новгород, ограничивайте Новгородом, там, Владивосток, Владик и так далее. То есть, чтобы это, чтобы директ, да, реклама не показывалась впустую, там, по всей России, да, люди приходили, не видели, что вы вообще в другом городе, там, за тысячу километров, и, соответственно, ничего не вас не покупают. Ну, и дальше идет у нас подбор слов. Ну, там, не знаю, продаете штаны, тоже, смотрим, поисковая статистика. Выбираем, по каким словам будем показывать. По словам штаны или, там, не знаю, нужна какая-то конкретика, потому что я тоже вчера смотрел, да, там, в большинстве случаев запросы, связанные, там, не знаю, с губкой боб квадратной штаны. И поэтому, конечно же, по словам штаны вы получите просто огромное количество нецелевых вообще клиентов, которые будут заходить и искать это слово на Яндексе. Поэтому лучше, наверное, какую-то, там, не знаю, конкретику, там, как минимум, там, не знаю, кожаные. Да, посмотрите, как это будет выглядеть, сколько запросов и так далее. То есть вы, опять же, можете все делать непосредственно в админке вашего сайта, в карточке вашего товара. Зашли, настроили, посмотрели, выбрали ключевые слова, выбрали слова, которые не будут использоваться. Минус-слова объявления, при которых ваше объявление, ну, если оно попало в поисковую выдачу, ваше объявление не будет показываться. Ну и, соответственно, сохранили, отправили все это добро на модерацию. И если все окей, соответственно, показывается объявление, и вы видите в разделе «Журнал автоконтекста» всю эту информацию. Ну, в зависимости, опять же, от той стратегии, которую вы выбрали. Сколько было кликов, кампании, объявлений, покупок. Ну и, соответственно, у вас это напрямую связано с вашим интернет-магазином, и вы видите, какие товары были покуплены из Яндекс.Директа. Там еще есть в разделе «Аналитики». В общем, есть раздел, который позволяет вам прямо отслеживать эффективность той или иной рекламной кампании, и смотреть вообще, сколько вы потратили за месяц, за тот или иной промежуток времени, какой выхлоп это дало. И смотрите там тоже, можете прикидывать, на следующий месяц, к примеру, если я потратил 10 тысяч, заработал 100 тысяч, если я закину в следующий раз на рекламную кампанию 10 тысяч, а там 30. Какой мне это выхлоп даст? Посмотрите, как бы там, исходя из цены клика, исходя из себестоимости, ну вообще, как там, проведите определенные расчеты тематические, они покажут вам, то есть, насколько это сильно увеличит прибыль вашего интернет-магазина, там увеличение бюджета на Яндекс.Директ. Ну и, соответственно, вся статистика, все это у вас здесь будет, всем этим вы сможете воспользоваться. И у нас еще, вот, по-моему, на, сейчас, по-моему, еще не вышло, наверное, на осень автоматическое включение, отключение этого директа, то есть, там будет уже автостратегия, скажем так, когда деньги, то есть, сам Битрикс будет смотреть, если там, когда определенная сумма, и вы выходите, скажем так, в ноль по себестоимости, да, там, для вас уже, там, цена клика выше, чем вы зарабатываете, ну, грубо говоря, там, в каком-то соотношении выше, чем вы зарабатываете, там, с продажи того или иного товара, то она будет автоматически отключаться, ну, рекламная компания, когда цена будет опускаться на директе, рекламная компания будет, там, обратно включаться. Вот, ну и также, там, тоже автоматика, к примеру, если у вас товар на, ну, нет у вас товара, но в наличии, зачем, как бы, да, сжигать рекламный бюджет, если клиент приходит, видит, что у вас там кнопочка нет в наличии, у вас, например, ну, там, нет такой возможности, там, под заказ это все делать и так далее, то есть, ну, есть, продаете, нет, не продаете. Вот, это тоже будет автоматикой учитываться и, ну, то есть, оно вообще все само будет показывать, рассказывать и так далее. Вот, спрашивают про интеграцию с Google, Google AdWords, ну, не с AdWords, не с Merchants, такого вот интеграции на сегодняшний момент нету, ну, вот, с AdWords, как я знаю, в работе, ну, рано или поздно интеграция будет сделана. И следующий этап, следующий шаг в развитии вашего интеграции магазина, это, конечно же, маркетинг уже, внутренний маркетинг непосредственно на вашем сайте. Когда клиенты к вам уже пришли из того или иного источника, и теперь нужно тем или иным образом его обязательно удержать на вашем сайте. Ну, есть, конечно же, и инструментарий типа, там, и форумов, и блогов, и анонсы различные, там, рассылки, там, онлайн-консультанты, то есть, огромное количество инструментов, которые призваны удержать вашего клиента и заставить его хоть что-то докупить или, там, сделать то или иное действие на вашем сайте. Вот, ну, мы с вами здесь поговорим о скидках и различных маркетинговых предложениях, которые мы все с вами очень любим, да, и часто очень используем, ждем различные скидки, да, чтобы там что-то докупить, выгодно для нас. Вот, но это, конечно же, в том числе выгодно и для интернет-магазина, потому что увеличилось количество заказов. Идем с вами в интернет-магазин, в раздел магазина. И в админке у нас есть блок, выделенный процентиком, он называется управлением маркетинга. Здесь у нас есть три раздела. По сути, три возможности предоставить скидку вашему любимому клиенту. Первый вариант – это правило работы с корзиной, когда вы предлагаете клиенту сделать определенное действие, точнее, вы предлагаете клиенту положить в корзину товар, и там уже скидка будет перерасчена, там применена. Ну, то есть, это правило, оно, говорит, оно включается, работает только в корзине. То есть, я в корзину перешел с определенным товаром, и в зависимости от тех или иных условий у меня вдруг появилась скидка. Или, кстати говоря, может быть даже наценка, там различные варианты есть. Второй вариант – это скидка на товар. Когда я хожу по каталогу и вижу, к примеру, опаньки, минус 10%. Это скидка, здорово, интересно, иду и покупаю. То есть, скидка видна пользователям непосредственно в самом каталоге. Ну, и причем тоже есть различные варианты, например, если я авторизованный пользователь, я вижу эту скидку. Если это не авторизованный, то есть, первый раз зашел на сайт, я эту скидку могу и не увидеть. Ну, или наоборот, приманивать тех, кто там первый раз зашел, показывает им какую-то скидку, пусть там регистрируется под определенными правами и делает заказ. И третий вариант – это накопительные скидки, когда вы предлагаете клиентам покупать у вас больше, и в зависимости от суммы покупок вы будете предлагать, представлять на последующей покупке тот или иной процент скидки. Вот, давайте посмотрим по порядку. Ну, точнее, давайте вот не по порядку. По, не знаю, по логике немножко по другой пойду. Скидка на товар. Вот у нас здесь заведена уже по умолчанию скидка 10% на нижнее белье. Заходим в нее. Что у нас здесь есть? Скидка с сайта, то есть у вас может быть несколько интернет-магазинов, вы можете выбирать, к какому из них будет применяться та или иная скидка. Тип скидки может быть в процентах – 10, 15, 20, или там фиксированная сумма, или прямо на каждый конкретный товар устанавливаете ее. Ну, то есть фиксированная сумма имеется в виду, что вы можете там не 10%, а там 100 рублей конкретно скинуть на тот или иной товар. Валюта, описание, но это уже больше для себя, для своих правил. Указываете условия. Соответственно, задаете, по каким критериям будет выставляться эта скидка. Ну, сейчас вот она 10% просто на весь раздел нижнее белье. Можете здесь поменять, допустим, не 10, а 15. Вот тут же, как бы, в этом нижнем белье везде на все товары 15%. Вы можете задать совсем другие условия. Условий огромное количество, и оно не только на название, на раздел завязано. К примеру, вы хотите распродать все товары от определенного поставщика или от определенного производителя. Вы с этой компанией больше не будете работать, и, да, там лежит этот товар на складе, нужно все это быстренько раскидать. Выбираете свойство производитель, да, соответственно, равно такой-то, и вы распродаете все от этого производителя, там, со скидкой 50%. Или выбираете, к примеру, как часто бывает в интернат-магазинах одежды, допустим, или обуви. Вот лето заканчивается, да, подходит к концу, у вас там осталось огромное количество сланцев, там, шортов, я не знаю, и так далее. Ну, и причем вы видите, что, не знаю, у вас все, что там какого-то ходового размера, грубо говоря, да, там, M, L и S размер, все разобрали, а вот осталось там 3XS и там 4XL, да, размер, который, ну, вот вам сложно очень продать, да, потому что там не самый ходовой. Вы идете и говорите все, что с размером, там, одежды или обуви равно, там, больше, меньше, ну, и, соответственно, указываете, там, что XL, там, или вот 3XL, ну, и, соответственно, распродаете все это добро со скидкой, там, 50%. Автоматически, вот, на весь этот товар будет предоставлена эта скидка в вашем каталоге. То есть человек заходит и, соответственно, это все видит. Давайте там, не знаю, XL какой-нибудь попробуем, посмотрим. Ой. А то я уж даже не знаю, есть ли у меня тут XL вообще. Так, давайте какую-нибудь спортивную одежду. Так, что-то все тут женское. Вот, 15% идет на этот товар. То есть вот на XS, S, M, L ничего нету. Включаю XL, сразу же минус 15%, экономия, ну, и, соответственно, скидка. Ну, вот это вот, я думаю, это самый такой часто используемый сценарий, вот, который видел на интернет-магазинах одежды. На размеры нормальные, там, ходовые, которые тебе нужны, скидок нету. Ну, на вот какой-нибудь там 49-й, 50-й размер обуви, там скидка очень хорошая. Или же какой-нибудь другой вариант, когда вы говорите, все, что на складе лежит в количестве больше или равно, там, не знаю, 50, все распродать. Все распродать, чтобы ничего больше не осталось, там, больше 10. Не больше 10 лежало, потому что нам невыгодно держать такие большие складские остатки. Место занимает, платим, там, за аренду склада бешеные деньги, да, они, там, товары лежат, ничего не распродается. И вы распродаете, говорите, что вообще все, что на складе больше 10, все продается со скидкой, там, на 50%. Автоматически применяется скидка к товарам до тех пор, пока не станет их количество равное 9. И, соответственно, автоматически скидка отменится в этом случае. Применяете и пошла-поехала распродажа. Есть определенные ограничения. Вы можете выбрать, ну, на тип цен различных, если вы, там, работаете с оптовиками, к примеру, да, вы можете, там, сказать, что на оптовиков, к примеру, это не распространяется. Только на, там, на розничную цену, тех, там, касается тех клиентов, которые, там, по-роднице покупают. Можете выбрать группы пользователей, кому это скидка применяется или не применяется. Можно еще это по купонам настраивать, чтобы они купоны включали, да, и, соответственно, вот, с этим купоном. Шли и покупали. На этот купон была завязана скидка. Ну, и потом этот купон просто рассылаете всем вашим клиентам и говорите, что, вот, у нас, там, любимый клиент, для вас, там, специальная акция, специальная распродажа, введите этот купон в корзине, и, там, у вас будет соответствующая скидка. Тоже в интернет-магазинах одежда, опять же-таки, это очень часто используемый сценарий. И есть такое понятие, как правило, работы с корзиной. Когда вы задаете какое-то условие, которое должно выполниться непосредственно в корзине. Тоже различные варианты. Допустим, скидка за количество. Много где встречается, купи, там, три вещи, да, там, получишь скидку. Скидку, да, 50%, или, там, какой-нибудь подарок, надо, дополнительно, и так далее. Такие правила настраиваются непосредственно здесь. Так, идем. Вот, смотрите, у меня вот сейчас в корзине два товара. Да, на этот товар у меня нет скидки, на этот товар у меня вот скидка 15%. Вот, у меня есть условие, есть правило работы с корзиной, которое называется «Скидки за количество». Ну, буквально вчера сам создал, вот, к примеру, вы можете настроить период активности, то есть действует только в августе. Вот, с 1 по 31 августа вот такая вот у нас акция работает. Действия. Говорите, так, что нужно сделать в корзине? Применить скидку, потому что есть еще вариант наценки, когда вы, наоборот, увеличиваете стоимость. Применить скидку 40% к товарам, удовлетворяющим всем условиям, ну, или, там, любому из условий, если их будет несколько. Тоже тут, как бы, как мастер, он различные варианты позволяет сделать. Ну, и, соответственно, указывайте условия. У меня вот в данном случае количество товаров больше, либо равно трем. И, соответственно, я добавляю любой того, вот, хоп, и сразу скидка у меня пересчиталась. Здесь, сколько у меня там скидка? 40%, здесь 40%, здесь 49%. Ну, потому что там идет по очередное применение. Сначала 15%, потом 40%, там, если просчитать это, то как раз получается 49%. То есть там она не суммируется, да, а потом применяется. То есть не так, что там 40% и 15%, там, 55%. Скидки суммируются по очереди. Сначала идет 15%, потом применяется этот 40% к получившейся сумме. Включили. И вот таким образом, прямо в корзине, эта скидка применяется. В зависимости от тех или иных условий. Опять же, такие условия могут быть, на самом деле, абсолютно разные. Это может быть и так же взять из скидки на товар, там, в зависимости от производителя. Хоп, добавили, да, там, того или иного производителя, цена поменялась. Это может быть группа каких-то условий, это может быть тоже там количество позиций, количество товаров. То есть одно дело, когда у вас, ну, не важно, этого три или этого три, или общая сумма должна быть равная трем, применяется скидка. Или можете как бы разбить. То есть я тебе даю скидку только если ты вот купишь вот этого три штуки или вот этого три штуки. Тоже сейчас вот в продуктовых магазинах, вот в метро, когда оно было, там тоже есть определенные акции. Допустим, покупаешь бутылку вина, она стоит, не знаю, 700 рублей. Если покупаешь две бутылки вина, то скидка, там, 50%. Тебе выгодно, да, там, купить две бутылки вина, заплативаешь за эту же сумму. Там много таких акций. Ну, к примеру, там бывает, что нужно кратным. Должно быть кратным, там, двум бутылкам, или там, шести бутылкам, или там, ящику и так далее. Вот это вы все можете точно так же здесь настроить. Указать, что должно быть кратным, к примеру, там, шести штук. От шести штук без проблем эта сумма будет применяться. Вот, все, что ниже, скидка, соответственно, не получишь. Вот, и это может быть, там, не знаю, даже день недели в корзину. То есть, корзина смотрит, ага, сегодня среда. Значит, у нас по средам дополнительные акции, дополнительные скидки. И вот тебе на счет 15% сверху от нас бонуса. Это может быть платежная система или там служба доставки. К примеру, здесь как раз вот настраивается наценка. Да, если я указываю... Указываю платежную систему, допустим, какого-нибудь там, Яндекс, банковский перевод. Часто тоже, часто, вот, часто сценарий. Банковский перевод, там, безналом, да, на ваш юридический счет. Большинство интернет-магазинов сразу же идет наценка, там, плюс, там, не знаю, 5-10% за, ну, соответственно, безналичие, на курс и так далее. Тут же идет наценка. То есть вы это также можете здесь указать, что вот если выбираешь платежную систему банковский перевод, то я тебе даю наценку, там, 10%. Это может быть... Давайте это уберем. Это может быть скидка, допустим, 100% К, там, не знаю, стоимости доставки. Действия. Изменить стоимость доставки или стоимость товара в корзине. То есть, к примеру, я выбираю... Не выбираю. Допустим, я в корзине положил там на сумму 10 тысяч рублей. У вас, вот, от 10 тысяч рублей сразу же автоматически идет бесплатная доставка. Вот, вы это условие задаете. Общая стоимость, говорите, равна, там, равна, больше, либо равна 10 тысяч рублей. Вы применяете скидку 100% к стоимости доставки. То есть, не важно, что ты выбираешь, у тебя будет доставка абсолютно бесплатная в твоей корзине. Вот, ну и то же самое, там, можно, тоже, стоимость товара в корзине. 10 тысяч рублей набрал, на 10 тысяч рублей на тебе скидку еще 5%. Ну, то есть, грубо говоря, вот, тоже от стоимости очень часто бывает. Больше покупаешь, больше скидка, меньше платишь и так далее. Ну, и также здесь настраиваются ограничения на группу пользователей, к которым будет применяться стольное правило. Можно включать различные купоны, точно так же, как и со скидками на товар. Вот, и, ну и так же, там, как я показывал, это задается период активности. И еще есть такая замечательная штука, как накопительные скидки. Когда вы настраиваете, то если ты купил на определенную сумму, то я тебе дам определенную скидку. Ну, грубо говоря, купил ты на сумму от 10 тысяч рублей, вот тебе скидка 5%. Купишь на 25 тысяч рублей, вот тебе скидка будет 7%. Настраивайте. Во-первых, настраивайте период для подсчета этой суммы, вот этой суммы, 10 тысяч рублей. И также можете настроить период действия вот этой вот скидки. Тоже я встречал очень часто два разных варианта использования. Первый вариант, допустим, литуаль. Да, интернет-магазин, в парфюмерии, да, вот, всякой такой ерунды. Там у них есть карточки. Неважно, за какой период, купил ты на 10 тысяч рублей, на тебе эту карточку, там, какую-нибудь бронзовую, там, с 5% скидкой. Купил ты там в следующий раз еще там на 25 тысяч рублей, причем-то эта карточка, она не имена, ты можешь давать ее друзьям, там, родственникам, кому угодно, да, все могут на нее покупать. И, соответственно, вот ты уже набрал сумму 25 тысяч рублей, на тебе там серебряную, там, с 15 процентами. И еще там на 50 тысяч купил, на тебе 50 процентов скидку. Ну, образно говоря, я там в размерах скидка, к сожалению, не силен. У них нет привязки к периоду для расчета скидки, нет срока действия этих скидок. Ну, то есть, есть у тебя эта карточка золотая, ты ее заслужил, вот, пожалуйста, пользуйся ей. Вот, а есть другие варианты, например, там, чуть часто вижу такое в интернет-магазинах бытовой техники, там, электроники, типа, стилинка, юмор-то. Вот у них, если ты там оптовик, к примеру, и там, частенько покупаешь бытовую технику, там, не знаю, для других, там, лесового офиса, там, еще куда-то. Вот, они тебе говорят, что вот в течение года, в течение года мы будем рассчитывать скидку у тебя. Вот ты должен купить, например, на сумму 100 тысяч рублей. Вот купил, по-моему, 100 тысяч рублей за последний год, мы тебе с момента получения, вот, как только ты это купишь, мы тебе еще на один год даем скидку у 5%. Вот, то есть, ты год копил, следующий год ты будешь тратить. Если ты на этот год, за этот год опять на 100 тысяч не наскреб, то, как бы, скидку мы у тебя просто на все заберем, да, или, соответственно, пересчитается она автоматически. Или, там, бессрочно, период, соответственно, можете настроить. Вот, таким образом вы будете стимулировать ваших клиентов покупать как можно чаще, да, и так далее. Очень, на самом деле, это удобно, стимулирует, опять же-таки, позволяет экономить. И если ваш интернет-магазин нравится не только ценой, но и, там, дополнительным сервисом, то вот этот клиент, он останется с вами на долгие-долгие годы. Потому что такие программы лояльности, они очень хорошо, конечно, работают. Сам пользуюсь именно, вот, интернет-магазинами, которые позволяют делать, там, дают какие-то определенные бонусы, скидки дополнительные на последующие покупки. Потому что, ну, в большинстве случаев сейчас ценник на рынке тех или иных товаров, он, ну, более-менее одинаковый. Там, различия не настолько существенные, да, чтобы, там, отрыпаться из одного интернет-магазина в другой, да, тут уже больше обращаешь внимание на сервис, на, там, поддержку какую-то, там, на качество товаров, на репутацию интернет-магазина. Вот, поэтому привязывайте, делайте дополнительный сервис для ваших клиентов, связанный вот с программой лояльности. Здесь все это достаточно просто настраивается. Вот у меня там скидка 5-процентная. Сейчас мы ее активируем. Соответственно, я там купил на 10 тысяч рублей. Я сейчас куда бы ни зашел, что бы ни положил в корзину, у меня на все будет 5-процентная скидка. Ну, вот я могу сейчас купить еще и на 20 штук. Давайте на 200 штук, чтобы уж наверняка оформить заказ. Так, и у меня уже будет скидка гораздо больше. чем 5-процентов. Так, ну, мне кажется, достаточно было просто заказа, статус заказа выполнен. Так, накопительные скидки. Ну, у меня сейчас, мне кажется, минимум должно быть 15-процентов на все товары. Да, 15-процентов теперь у меня, потому что я уже там накупил на достаточно большую сумму. И теперь можно уже покупать с хорошей 15-процентной скидкой. Вот, ну и потом, как это обычно работает, это все можно настраивать в автоматическом режиме. Да, то есть, вот все вот так вот задали и уже не паритесь, клиент сам видит, какую там скидку он получает. Да, то есть, информацию об этой программе публикуете где-нибудь в личном кабинете, ну и как бы все это уже доступно клиенту, сам видит, сколько еще нужно купить и так далее. Ну и потом, я вот говорил про различные купоны, вот связанные с работой с корзиной или скидкой на товар. Вы потом делаете, где у нас есть блок покупателей, смотрите по покупателям, там, не знаю, выбираете лучших покупателей за какой-то определенный период на ту или иную сумму купивших и просто по ним делают, соответственно, там, рассылку им на e-mail, ссылаете тот или иной купон, говорит, что вот там, так и так, поздравляем вас, вот там, наш лучший покупатель, покупайте со скидкой и дальше, там, привлекайте ваши друзей и так далее. Ну и для этого у нас есть, соответственно, e-mail маркетинг, триггерные рассылки, об этом вот в предыдущий вебинар коллеги рассказывали, как это применять, как там настраивать, там, в том числе, есть по купонам, ну, то есть, задаете этот купон, рассылаете его, ну и можно будет потом смотреть, еще в статистике применяемости этих купонов. Вот, поэтому не забывайте использовать такие скидки маркетинговой программы. Это все достаточно просто, то есть, как вы видите, не требует каких-то знаний или там программирования, ну, то есть, просто заходите, выбираете вот в этом мастере условия и действия, которые будут выполнены при выполнении тех или иных условий и, соответственно, скидка автоматически применяется, то есть, все там достаточно прозрачно, все это видно, прямо на вашем же сайте, можете тестировать, проверять, все там отлично работает. Скидки, различные наставки и так далее. По моим темам вебинара у меня все, и я бы хотел вам рассказать про такие же скидки, которые мы вот в августе тоже вам представляем. я думаю, вам тоже будет приятно, что вы сможете купить Битрикс, продление, точнее, там, по-моему, без продления, просто купить Битрикс или там готовые решения наши со скидкой там от 12 до 40%. На нашем сайте, там, по-моему, с первого же захода у вас встретит баннер о том, что у нас сегодня, сегодня до 31 августа включительно идет акция, которая дает на 12% скидку на наши решения, на наши лицензии. Ну, вот здесь видны цены, которые будут действовать до конца этого месяца. Поэтому успевайте купить, да, потому что потом цена вернется обратно на другое значение. Ну, то есть, также заведена цена на определенные позиции с определенной скидкой с определенным интервалом времени. Все настроено через наш стандартный инструмент скидок и предложений. Вот, и еще у нас, я думаю, вам уже показывали, рассказывали, еще у нас есть Marketplace, в котором больше 2000 приложений, разработанных нашими партнерами. Это как готовый сайт, интернет-магазин, так и различные модули, компоненты для сайтов и порталов на Битриксе. Там тоже есть отдельный раздел, называется акция, в котором на сегодня действует скидка аж 40% на большинство решений. Там их больше 600 штук, вот именно акционных. Тоже спешите купить, потому что там с 1 сентября цена будет опять практически в два раза выше. Вот, сейчас у вас будет хорошая возможность сэкономить на покупке, на расширении возможностей вашего сайта и интернет-магазина. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы, как раз пока Евгений готовится к своему докладу. Так, тут вопросы, опять же таки, где скачать запись и когда все это будет у нас доступно в тексте. Ну, что такое? На нашем сайте, вот где вы сегодня, не сегодня, а где вы регистрировались, данный вебинар 18 число, здесь вот будут выложены и записи. Думаю, все вместе их сейчас соберут и под каждым из этих вебинаров будет выложен видеоролик. Так, Артем спрашивает про презентацию. Ну, на нашем сайте в разделе скачать, скачайте презентацию. У меня просто из большой презентации и буквально несколько слайдов вытащено, там все в гораздо большем количестве. Так, Елена спрашивает для использования решения из Marketplace обязательно должен быть актуальный лицензионный ключ? Да, обязательно это требование такое к лицензионным ключам. Так, где у нас Евгений? Жду его. Сейчас, коллеги, буквально на секундочку отключу микрофон. Вы пока можете задавать ваши вопросы. Сейчас попрошу коллег найти Евгения, чтобы мы его смогли подключить. Буквально одну минуту. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Прошу прощения, небольшая заминочка. У нас сейчас пробуем подключить Евгения. Вчера все хорошо было на тестировании. Вот, сейчас подключим и, соответственно, он расскажет про опыт компании OneWay Studio, связанная с созданием сайта для интернет-магазина компании Волфорд в России. Ну, то есть, основные тезисы вы, я думаю, видели, когда регистрировались на сегодняшний вебинар. Если есть какие-то вопросы еще ко мне, задавайте, стараюсь на них ответить. Даже, может быть, не обязательно связанная с тематикой нашего интернет-магазина, нашего вебинара. Если в целом еще что-то осталось по Bittrex не охвачено, как раз есть время показать, рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, Евгений вот-вот уже должен включиться. Сейчас мы его добавим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Коллеги, буквально еще 5 минут. Прошу прощения, сейчас кое-что тут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, Евгений, мы тебя слышим. Включаю экран, показывай. Так, отлично, сейчас. Видно экран? Да. Добрый день, коллеги, я здесь с вами сегодня для того, чтобы рассказать о том, как в нашей компании был разработан официальный сайт интернет-магазина марки Wolford в России. Этот сайт был разработан на системе 1S Bittrex. Меня зовут Евгений Горцев, я являюсь коммерческим директором компании OneWay. Значит, для начала немножко об этой марке, чтобы было представление о том, что за целевая аудитория работает с магазином. Значит, Wolford это одежда премиум класса, целевая аудитория довольно узкая, это женщины после 35 лет с очень высоким уровнем дохода. И для аудитории очень важными такими критериями качества являются скорость и стабильность работы сайта. Моя сегодняшняя тема в разрезе кейса Wolford это «Почему технологии влияют на прибыль?». Значит, я расскажу про 4 основных момента, с которыми мы столкнулись при разработке этого сайта. Денис, у меня, извините, коллеги, Денис, у меня отображается панелька такая, она у вас тоже отображается? Не знаю, как ее убрать, ладно. Значит, первый момент, как улучшить показатели работы сайта внешне, ничего не меняя. Следующий момент, это я расскажу про интеграции с внешними сервисами, как у нас проходили. И про разработку композитного, точнее, внедрение композитного режима на этом сайте. И также поделюсь показателями работы старой и новой версии магазина. Значит, первый момент по поводу улучшения показателей. Вот конкретно с этим магазином, с этим брендом такая ситуация была, что мы должны, перед нами стояла задача улучшить сайт, ускорить его, улучшить его удобство использования для того, чтобы повысилась конверсия, чтобы постоянным пользователям гораздо было приятнее с ним работать. Но при этом бренд достаточно жестко диктовал условия, каким должен быть дизайн. То есть фактически нам предоставляли макеты, и мы могли только совершенно минимальные правки в них носить. Но, тем не менее, от клиента стояла задача показатели улучшить, поэтому мы начали работать не с дизайном, как классически происходит, когда идет разговор про улучшение удобства использования. Мы начали работать с технической составляющей сайта. Значит, первое, что мы сделали, это произвели существенный рефакторинг кода. Рефакторинг, если кто-то не знает, это, по сути, когда сайт разбивается на небольшие кусочки, и каждый из этих кусочков заново переписывается программистами. Рефакторинг, это еще по-другому можно описать, как оптимизация уже существующего хода. То есть целью этого было как раз улучшение производительности и стабильности работы системы. Благодаря этому нам удалось достигнуть довольно высоких показателей по скорости, которые в конце я покажу. Дальше мы поработали очень плотно с сервером, на котором располагался сайт. К сожалению, в нашей с вами индустрии зачастую очень такое поверхностное отношение к хостингу, на котором базируется проект. Часто клиенты не очень много готовы выделять денег или свое внимание этому вопросу. И поэтому, к сожалению, часто многие сайты, будучи даже неплохо сделанные, страдают производительностью из-за того, что серверное окружение не настроено должным образом. Конкретно под Bittrex стоит, ну вообще в принципе сервер надо настраивать в соответствии с определенными стандартами. Но также и у системы 11Bittrex есть определенные требования к серверному окружению. Поэтому, когда речь идет о выборе хостинга, мы всегда рекомендуем либо выбирать, если это небольшой проект, специальный хостинг для Bittrex, либо если это какой-то крупный, допустим, e-commerce, то это, конечно же, выделены серверы. Благодаря тому, что мы смогли поработать с их серверами, нам дали доступ, мы смогли также очень хороших результатов по скорости добиться работы. Про цифры я попозже еще скажу. Следующий момент, с которым мы работали, это интеграция с внешними сервисами. Интеграция это вообще самая такая непредсказуемая часть магазина и вообще любого в принципе веб-проекта, потому что когда мы говорим про интеграцию, мы говорим про взаимодействие с некой третьей стороной. Ну, естественно, риски при этом увеличиваются и такого понятия, как типовая интеграция, его нет. То есть можно говорить о том, что пустая база с пустым сайтом как-то простым способом могут интегрироваться, но, как правило, у клиента уже есть или сайт, или база готовая с товарами, либо и то, и другое. И настроить взаимодействие их, ну, каждый раз нужно внедряться, так сказать, в бизнес-процессы клиента, понимать, как все это работает и так далее. Естественно, под интеграциями также понимается доставка, различные платежные системы. В случае с Wofford, когда мы занимались этими вопросами, тоже был очень интересный момент, потому что они, эта компания, группа компании Jamilka, которая является дистрибьютором этого бренда в России, они работают на своей собственной товароучетной системе, OCS называется, нестандартная для России система, вот, и были, ну, определенные сложности в интеграции с ней. И как раз в тот момент, когда мы разрабатывали сайт, компании, клиентам нашим было принято решение перейти на fulfillment, то есть на outsource, для того, чтобы складской учет переложить на плечи своего партнера. Вот, и могу сказать, что когда вы выбираете, то есть, ну, почему я вообще об этом говорю, хотелось такой небольшой опытом поделиться, небольшой совет дать, когда вы выбираете партнера для того, чтобы передать ему вообще что-либо на outsource, ну, тем более такую важную вещь, как fulfillment, то есть как складское обслуживание, необходимо не только, ну, там, смотреть на какие-то технические, да, части, но и просто, ну, большое множество вопросов прорабатывать при этом. Что я имею в виду? То есть, во-первых, когда вы выбираете партнера для fulfillment, для outsource, складской, извините, когда вы выбираете партнера для fulfillment, обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько полная документация им предоставляется для интеграции с его системой. Это очень важно, и не всегда, к сожалению, компании, которые, ну, такие услуги оказывают, готовы обеспечить необходимый уровень документации подробный. Второй момент, настолько это, как бы, компания готова предоставлять квалифицированную техническую поддержку, то есть, насколько вообще, вообще имеет ли она техническую поддержку и готова ли она консультировать действительно, а не просто, ну, отсылать к той же самой документации. Если она не полная, то это получается такой небольшой замкнутый круг. Вот. Также рекомендую проверить наличие резервных каналов интернета у такого аутсорсера, потому что, ну, это крайне важно, да, в нашем случае. Если, допустим, там, ну, прости, к сожалению, случается, когда, там, какие-нибудь строители копают очередную яму, ковшом рвут соединения, ну, рвут кабели, которые были проложены, там, интернет пропадает, вот, и, там, работа интернет-магазина встает. Вот. Поэтому обязательно должен быть резервный канал. Вот. Это те вещи, которые, с которыми мы столкнулись, как бы, в процессе перехода на профильминг. Поэтому я хотел об этом отдельно сказать. Если кто-то из вас, коллеги, будет этим заниматься, то обратите внимание на эти вопросы. Дальше. Композитный режим. Это действительно невероятное ускорение сайта. Когда первый раз компания 1S Bittrex анонсировала эту технологию, ну, честно говоря, мы немножко скептически отнеслись к таким заявлениям, что сайт можно ускорить в 100 раз, внедрив всего лишь какую-то там одну технологию. Ну, очень было похоже на маркетинг. И первое, что мы сделали, когда эта технология появилась, это было, если я правильно помню, в апреле 2014 года или в мае, мы применили эту технологию к своему сайту. И я могу сказать, что действительно на практике мы получили довольно серьезное ускорение работы нашего сайта собственного. После того, как мы ее испытали на себе, мы стали предлагать клиентам. И вот интересный момент, что как раз в случае с этим клиентом, с интернет-магазином Волфорд, клиент долгое время не хотел обновлять свою систему Bittrex, потому что у него сайт был сделан не очень хорошо еще до нас. И обновление системы, там как раз в тот момент вышло новое ядро. Первый раз такое было за всю историю, что мы работаем с компанией Bittrex. Это такое довольно существенное обновление, и там очень аккуратно надо обновляться. Мы всех своих клиентов обновили, и вот этого одного не обновили, потому что у него там очень такой сложный, навороченный был сайт и не очень грамотно сделанный. Но из этого клиент не обновлял Bittrex, не мог иметь какие-то новые возможности, которые система с обновлениями предоставляет. И вот этот композитный режим, такой последней каплей явился, когда они уже, так сказать, стукнули кулаком по столу, сказали, все, хватит, мы хотим обновляться, давайте делать что-то для того, чтобы мы могли обновиться. Как раз рефакторинг был призван вот эти все риски снять для того, чтобы они могли безболезненно обновиться новой системой. Так вот, когда мы все-таки это обновление получили, внедрили композитный режим, я могу сказать, что клиент просто ахнул, потому что если до этого довольно долгое время занимала загрузка страниц, загрузка карточки товара, то есть таких каталогов, таких ключевых страниц в сайте, в интернет-магазине, то теперь буквально было незаметно даже эта загрузка, то есть настолько моментально все грузилось, что они даже не верили, что сайт вообще может так быстро работать. Поэтому вот этот самый композитный режим, это очень, конечно, сильная такая составляющая Битрикса, очень полезная технология, и рекомендуем ее внедрять на ваших проектах. Теперь немножко по поводу сравнения показателей работы. Ну вот сайт после того, как мы его... Сейчас я показываю показатели без композитного режима. С композитным еще будет все больше, быстрее. Значит, без композитного режима, как бы, код прошедший рефакторинг, очень хорошие показатели выдавал по скорости работы. Видите, вот отметка стоит на быстро, даже близко, очень быстро, то есть почти полсекунды для того, чтобы сайт загрузился необходимо. Вот график распределения скорости сайта во времени загрузки у пользователей. То есть видите, у подавляющего большинства после проведения работы, о которых я рассказывал, сайт загружался меньше секунды. Стал загружаться меньше, чем за секунду. Причем у половины, да, из всего трафика вообще меньше, чем полсекунды. Красным обведено. Вот тест производительности конфигурации, которую мы настроили. То есть в левой колонке можно видеть наши значения, то есть которые выдавал сайт. А в правой колонке это эталонные значения, которые рекомендует Bittrex. То есть, как бы, соответственно, у нас в несколько раз эти эталонные значения были превышены. То есть общий параметр конфигурации практически в три раза лучше эталона стал работать. Вот замер открытия страницы. То есть HTML, то есть статическая часть страницы, видимая пользователю, первое, что показывается, она отдается серверам за 360 миллисеклот. Ну, то есть это треть секунды. Ну и вот теперь все в целом. Значит, старый Волфорд. Просто ужасные совершенно показатели. Отклик. То есть просто отклик от сервера, когда сервер хотя бы что-то отвечал на запрос пользователя. Практически секунды был. И полная загрузка всей страницы более шести секунд. То есть, представляете, вы заходите в интернет-магазин и ждете шесть секунд, пока вам полностью загрузится страничка. Ну, то есть в наше время скоростного интернета, это просто нереально плохо. Это ужасные были показатели. Новый Волфорд с отключенным композитом мы смогли добиться отклика в три раза меньше, 360 миллисекунд, и в шесть раз меньше у нас полная загрузка страницы стала занимать. Это порядка одной секунды. Ну и теперь внимание. Благодаря композиту относительно первоначальной и старой версии Волфорд по нашим замерам скорость отклика страницы каталога увеличилась в среднем в 75 раз, а карточка товара стала появляться для человеческого глаза в 25 раз быстрее. То есть это наши собственные замеры, мы за них отвечаем, готовы подтвердить нужными цифрами, если надо. Ну, я показывал, перед этим были слайды, да, с некоторыми скриншотами. То есть я могу подтвердить, что вот это вот заявленный битриксом ускорение благодаря композиту до 100 раз, это не маркетинг, это действительно реальность. Ну, в жизни это выглядит так, что страничка моментально, мгновенно открывается. Ну, подводя итоги, значит, на реализацию такого проекта у нас ушло чуть больше трех месяцев. Благодаря качественному коду и продуманной архитектуре удалось получить надежный проект отказоустойчивый, который сейчас успешно поддерживается, который быстро очень работает. Вот, благодаря композиту 75 раз на самом деле скорость отклика страницы каталога увеличилась. Какие результаты получил клиент после проведения этих работ? То есть у вас, наверное, логично должен возникать, по крайней мере, вопрос, зачем такие трудозатраты. Ну, во-первых, это все дело происходило летом 2014 года. Значит, сами помните, да, что происходило в то время и до сих пор происходит с рынком нашим. И, значит, благодаря тому, что мы провели эти работы, клиенту удалось не потерять на падающем рынке объем продаж. Вырос средний чек. за счет увеличения скорости работы и повышения отказа устойчивости сайта. Удалось сохранить лояльную аудиторию, потому что, во-первых, с одной стороны, мы не делали какую-то абсолютно новую версию сайта, то есть не надо было клиенту привыкать, ну, клиентам, потребителям клиента не надо было привыкать к какому-то новому сайту. То есть для них внешне изменилось очень мало, потому что, как я говорил, дизайн, который был предоставлен заказчикам, мы менять практически не имели права. Но в то же время очень сильно вырос, как вы понимаете, как вы видели цифры, вырос скорость работы сайта, отказа устойчивость повысилась, и количество ошибок значительно уменьшилось, поэтому сайтом стало пользоваться гораздо приятнее. И гораздо улучшились благодаря интеграции с фулфилментом, вот я обращал внимание на это, гораздо лучше стали условия доставки и оплаты товара. То есть по сути клиент стал быстрее и в более удобной форме для себя получать товар. Все это, конечно, не могло не отразиться на объемах продаж и на прибыли, которые клиент в оффорт получал. Выводы, которые мы сделали благодаря работе над этим проектом. Наверное, если вот то, что я сейчас рассказывал, было непонятно или неинтересно, или там еще что-то в этом роде для вас, я прошу сейчас обратить внимание на то, что я скажу, потому что, если вы ничего не запомните из того, что я сказал, до этого запомните хотя бы вот эти четыре тезиса. надеюсь, что что-то из этого сможет быть вам полезным в работе с вашим проектом. Первый тезис рефакторинг кода. Это хороший способ ускорить существующий магазин. То есть, другими словами, есть способ, не переделывая магазин с нуля, улучшить показатель его работы. Для вас это хорошо, что это меньшие трудозатраты, для клиента это хорошо, вашего клиента, это хорошо, что привычный сайт, он не меняется внешне. Следующий момент. Обратите внимание на интеграции. Интеграция это хорошо, но только если их делают профессионалы, как профессионалы со стороны исполнителей, которые это все реализуют, так и профессионалы со стороны третьих, так и профессионалы третья сторона, которые предоставляют какой-то сервис, с которым вы интегрируетесь. То есть внимательно выбирайте как подрядчиков, так и партнеров. Другими словами, не думайте только о деньгах, в плане более дешевых услугах или еще что-то в этом роде. То есть интеграцией можно как запороть весь сайт, так и наоборот сайт очень сильно улучшить. Поэтому отнеситесь к этому вопросу пожалуйста серьезно и основательно. композит наша рекомендация 100% нужно его делать. Единственное, что перед запуском хорошенько его потестируйте, потому что технология такая интересная, есть свои нюансы и чтобы не было каких-то непредвиденных последствий на сайте, не торопитесь его внедрять. Вы его внедряете, но перед тем, как внедрить, обязательно хорошенько на тестовой копии сайта, все это делает, проверьте, что все работает именно так, как надо. И естественно такое напоминание, что результатом любых изменений должны стать улучшения ключевых показателей работы вашего сайта, вашего бизнеса. То есть ничего не делайте, просто так все должно быть как-то обоснованно. Вот собственно все. Если у вас сейчас коллеги есть вопросы ко мне, я надеюсь, что у меня тишина все это время была, я надеюсь, что меня кто-то слушал вообще в это время, я не сам с собой разговаривал. Если есть вопросы, я готов на них сейчас ответить. Денис, если я что-то для этого должен нажать, то я об этом не знаю. Все слышно было. Так, вот Сергей спрашивал, что такое фулфилмент? Что такое фулфилмент? Отвечаю. Фулфилмент это аутсорсинг, я думаю, все знают, что такое аутсорсинг, складского обслуживания интернет-магазина. Проще говоря, это третья сторона, это другой склад, другая компания, которая занимается именно услугами складского обслуживания и там, ну, в зависимости от компании, они могут еще и предоставлять свою службу доставки. То есть по сути вы подключаете этот фулфилмент и как бы отгружаете весь товар не клиенту, то есть это больше не ваша головная боли, вы отгружаете весь товар в эту аутсорсинг компанию. Они уже дальше его там упаковывают, там как-то рассылают, доставляют, там с клиентом связываются. То есть ваша задача только продать. Ну, это хорошо тогда, когда либо у вас очень большие объемы работ, и вы нанимаете, заключаете договор с каким-нибудь крупным фулфилмент подрядчиком наподобие E-traction от группы компаний, либо когда у вас наоборот маленькая компания, нет, например, возможности организовать свой склад. Вот, собственно, все. Я ответил на вопрос. Если что, у меня не отображаются вопросы в поле questions и тишина. MAYBE . publisher ИFA z aujourd' olarak . Каково дпс . Продолжение следует... Продолжение следует...